Здравствуйте! В эфире программа «Фармацевтическое обозрение». С вами Ольга Смирнова. И сегодня я вас познакомлю с новостями фармацевтического рынка. Эпидемия гриппа с аптечным дефицитом противовирусных препаратов покончена. Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена в Москве с 26 января. В связи с этим жители столицы за неделю раскупили в аптеках месячный запас медицинских масок. Аналогичная ситуация сложилась и в Санкт-Петербурге. Однако сегодня ситуацию в аптечной сети можно считать стабильной. По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, которые передают ТАСС, благодаря контактам с производителями и закупщиками лекарственных препаратов, рынок противовирусных препаратов в этом году увеличен в полтора-два раза по сравнению с предыдущими годами. Сейчас препараты есть во всех регионах с несгораемым запасом до двух недель. В тех регионах, где эпидемиологический порог превышен, наблюдается периодический ажиотажный спрос. Но, как правило, это временные логистические трудности, которые очень быстро устраняются при перераспределении препаратов с региональных складов по аптечной сети. По словам первого заместителя руководителя Департамента здравоохранения Москвы Николая Потикаева, столичные аптеки и больницы также пополнили запасы противовирусных препаратов. О ситуации с наличием препаратов для профилактики ОРВИ и гриппа поговорим с нашим экспертом Игорем Климановым. Добрый день. Лекарственная противогриппозная истерия на прошлой неделе достигла своего апогея. Население, подогреваемое средствами массовой информации, скупало с аптечных полок любую продукцию, которая могла хоть как-то помочь излечиться от гриппа или для профилактики гриппа. Ажиотажный спрос был по препаратам с прямым противовирусным действием, таким как томифлю. В огромных количествах скупалась аксалиновая мазь, медицинские маски, огромное количество иммуномодуляторов. Минздрав и фармбизнес, конечно же, для того, чтобы избежать дефектуры в аптеках и в больницах, ускоренными темпами закупали эти препараты и обеспечивали запасы в аптеках и в госпиталях. Не остались в стороне и средств массовой информации, которые продолжили свою гриппозную истерию, продолжили пугать население инфекционными страхами. И, конечно же, все это привело к тому, что спрос напротив гриппозной препараты превысил ту потребность, которая есть в аптеках. И да, действительно возникли какие-то перебои. Собственно, какие выводы из этой ситуации можно сделать? Первое, что ситуация на самом деле не такая критическая, потому что Россия примерно раз в три года проходит такой этап, когда у нас в третьих регионах превышается эпидемиологический порог. Сейчас он, конечно, превышен в 47 субъектах Федерации. Ситуация сложная, но не такая критичная. Во-вторых, на сегодня и Минздрав отчитался, и Фармбизнес подтвердил это. В аптеках сформирован неснижаемый запас изделий меднозначения и лекарственных препаратов для лечения профилактики гриппа. Ну и в-третьих, конечно, беспокойность вызывает то, что большая часть этих препаратов отпускается по рецепту врача, а на фоне этого ажиотажного спроса Люди, конечно же, зачастую не обращались в поликлиники, а скупали лекарства не только для лечения, но и про запас. И на сегодня Росздравнадзор уже инициировал ряд проверок, нацеленных на то, чтобы отрегулировать такой ажиотажный спрос на рецептурные препараты. Посмотрим, как с этим справятся аптеки, посмотрим, какие законодательные ограничения наложат на нашу фармацевтическую розницу. Фармацевтические компании «Полисан» и «Пфайзер» подписали соглашение о локализации производства в России. Как сообщают новости GMP и «Фармацевтический вестник», 25 января 2016 года общество с ограниченной ответственностью НТФФ «Полисан» и биофармацевтической компанией «Пфайзер» заключили договор на производство трех препаратов «Пфайзер» на заводах компании «Полисан». Речь идет о лекарствах «Лепримар» – лечения кардиологических заболеваний, «Зивокс» – лечения инфекции, вызываемых золотистым сафилококком и «Яквенус» – лечения ревматоидного артрита. Совместный проект с компанией «Полисан» – часть инвестиционной стратегии «Файзер» больше, чем производство, направленное на развитие российского фармацевтического рынка. На наш взгляд, проект компании «Файзер» с одной из самых современных высокотехнологичных фармацевтических компаний России фирмы «Полисан» сделает качественные оригинальные лекарственные препараты для лечения наиболее значимых заболеваний доступными российским пациентам, отметил в рамках пресс-брифинга генеральный директор компании «Файзер» в России Данил Блинов. Генеральный директор «Полисан» Александр Борисов высказал уверенность в том, что производственные мощности компании смогут покрыть потребность российских пациентов в локализованных препаратах компании «Файзер» на 100%. Проект трансфера технологии реализуется командой высококвалифицированных специалистов компаний «Файзер» и «Полисан». Контроль качества выпускаемой продукции после переноса технологии будет осуществляться совместно с специалистами обеих компаний. Выпуск первых коммерческих серий препаратов запланирован на 2018 год. Иностранные лекарства не исчезнут из российских аптек. Иностранные лекарства не исчезнут из российских аптек, пообещал официальный представитель Минздрава Российской Федерации Олег Салагай. Ранее СМИ сообщали, что 1 января иностранные фармацевтические компании не могут регистрировать в России новые лекарства без подтверждения их соответствия стандартам качества по российским требованиям. Но Минпромторг до сих пор не наделил полномочиями какую-либо подведомственную организацию, которая могла бы выдавать сертификаты, сообщает РИА Новости. О возникшей проблеме и дальнейшей судьбе лекарственных препаратов иностранного производства расскажет наш эксперт Игорь Климанов. Действительно, фармаобщественность сегодня обеспокоена тем, что препараты иностранного производства могут исчезнуть с российских аптечных полок. В чем этому причина? С 1 января 2016 года вступило в силу новое законодательство, которое предписывает иностранным компаниям предоставлять при регистрации препаратов сертификат надлежащей производственной практики GMP по российским стандартам. Конечно же, в первую очередь обеспокоилась Ассоциация иностранных фармпроизводителей, которые выдвинули претензии в том, что на сегодня Минпромторг не создал учреждения, которые обязаны выдавать эти сертификаты, и не сформировал штат инспекторов, которые должны проводить инспекции на соответствие производств нашим требованиям GMP. В этом есть доля правды, но Минпромторг эти сомнения развеял, и последнее выступление замминистра Сергея Циба говорит о том, что создан университет, который будет выдавать эти сертификаты GMP, это Институт лекарственных средств, надлежащий производственной практике. Более того, сформирован уже штат инспекторов из 14 человек, которые имеют право и полномочия проводить инспекции. И здесь есть два существенных факта. Первое. Минпромторг не видит проблемы в том, чтобы регистрировать новые препараты иностранного производства, потому что заявок поступает не так много, и с таким обилием заявок, в принципе, Минпромторг справится. Это во-первых. Во-вторых, законодательство говорит о том, что регистрация с предоставлением сертификата GMP касается только вновь регистрируемых препаратов. Да, действительно, в 2016 году обязаны компании, которые выводят новые препараты, которых не было в России, предоставить такой сертификат. Объем заявок, как я повторюсь, небольшой. Все остальные компании должны будут провести инспекцию и предоставить сертификат до 2017 года. Соответственно, времени для создания нормальной нормативной правовой базы для этого предостаточно, и, скорее всего, никакого ажиотажного спроса, никаких проблем с иностранными препаратами в аптеках не возникнет ни в этом году, ни в следующем. Сенаторы ратифицировали соглашение о единых правилах обращения лекарств и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. 27 января на заседании Совета Федерации были ратифицированы соглашения о единых правилах и принципах обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Соглашениями устанавливаются единые принципы и правила обращения лекарственных средств и медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Какие изменения ждут нас на объединенном фармацевтическом рынке, узнаем у нашего эксперта Игоря Климанова. Президент России Владимир Путин на днях подписал законы о ратификации этих соглашений. Многие скептики еще в декабре прошлого года сомневались в том, что Россия ратифицирует эти соглашения, потому что мы остались единственной страной из Евразийского экономического союза, кто не ратифицировал ни соглашения по лекарствам, ни по медтехнике. Однако в кратчайшие сроки, в течение января, законы прошли слушание и в Государственной Доме, и в Сайте Федерации, и на днях были подписаны президентом. Это наш маленький небольшой шаг в сторону интеграции и создания единого фармацевтического рынка этих стран. Конечно же, впереди нас ждет очень большой путь, потому что нам предстоит интегрировать все аспекты здравоохранения и фармацевтического рынка всех стран, кто входит в Евро-Азиатский экономический союз. Мы должны будем отрегулировать процесс регистрации, создать единого регулятора. Конечно, это все займет не один и даже не два года, может быть и даже пять лет. Поэтому сегодня нам нужно работать так, как мы работаем, по тем правилам и стандартам, которые установлены в каждой из стран, входящих в ЕАЭС, но, тем не менее, начало большого пути по интеграции было положено в январе 2016 года. Компания «Биокат» стала первым российским производителем, получившим сертификат на соответствие международным стандартам GMP от Государственной инспекции Бразилии. 25 января 2016 года компания «Биокат» стала первой российской компанией, получившей сертификат на соответствие международным стандартам фармпроизводства GMP от Анвиса Государственной инспекции Бразилии. Полученный сертификат распространяется на выпуск препаратов на основе моноклональных антител. Инспекция была проведена на территории производственной площадки «Биокат» в особой экономической зоне Нойдорф, Санкт-Петербург, в конце ноября 2015 года. Положительное заключение Анвиса доказывает соответствие производства и системы качества российской биотехнологической компании самым строгим мировым стандартом. Подходы Анвиса являются эталоном государственного регулирования для всех стран Латинской Америки, в связи с чем результат этой инспекции упростит российской компании доступ на рынки других стран. До сих пор Россия экспортировала лекарства в страны СНГ, на рынки Вьетнама и некоторых африканских стран. Продажа отечественных препаратов за пределы этих регионов была большой редкостью. Теперь это станет нормой. Наше достижение может стать вдохновляющим примером для российской отрасли в целом. В Бразилию мы будем экспортировать не только препараты, но и технологии, цитирует генерального директора Биокада Дмитрия Морозова портал новости GMP. Это была программа «Фармацевтическое обозрение». С вами в студии работали Ольга Смирнова и Игорь Климанов. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok